Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу о колясочке от компании Тутис. Моделька называется Sky. Сейчас у нас в стране и самая лучшая экономическая ситуация. Заработки у людей падают, все меньше и меньше. Люди могут позволить себе купить, не себе, а для детей, но и себе много что. Что-то дорогое, качественное. И производители это прекрасно понимают. Мы всегда хотим ребенку купить что-то очень неплохое, хорошее, самое лучшее, если есть возможность. Но сейчас не все это могут себе позволить. И компания Тутис предлагает нам интересный вариант за небольшие деньги, относительно небольшие деньги. Ссылку на эту колясочку вниз в описании я добавлю. Пройдите, посмотрите, досмотрите обзор до конца, потом переходите по ссылке, чтобы вы уже ее смотрели, уже понимая, что это за колясочка. Цена абсолютно адекватная, я не говорю, она копеечная, она адекватная тому, что мы получаем взамен. Вот, эта колясочка вполне себе неплохого качества. Ну, в принципе, не буду забегать вперед. В обзоре вы это все увидите. В двух словах, давайте технические характеристики. При том, что колясочка, видите, такая достаточно крупная, она одна из самых легких. Вес у нее с люлькой 11 килограмм, с прогулкой 11,6 килограмма. Это очень небольшой вес, на самом деле. Вы посмотрите на что-то подобное, всегда туда стремится 13,5, 14, 15 килограмм. Вот что-то такое всегда весит. Здесь же мы имеем 11 с копеечкой килограмм. Это очень небольшой вес. Кстати, ну, прогулочный блок там 110-175, это все мы увидим. Она с рождения до 4-5 лет приблизительно предназначена для ребенка. По той причине, что она выдерживает 22 килограмма. Конечно, в 5 лет нам нафиг не нужна коляска, но кто-то ездит. Поэтому есть такая возможность. Люлька, кстати, 76-35, это очень неплохой, большой размер для люлечки. В общем, давайте с нее мы и начнем, собственно, изучение колясочки. Классическая большая люлька, полностью выполнена из ткани. Козырек у нас здесь сверху, видите, она комбинированная. Здесь ткань, здесь у нас эко-кожа. Здесь получается, что козырек можно расстегнуть на одну секцию и, соответственно, увеличить его еще вот на такой вот диапазон. Это очень большой диапазон, но имейте в виду, здесь москитная сеточка. Но и без этого у нас вполне себе большой козырек. Сейчас мы застегнем. Вот. И без этой дополнительной секции козырек закрывается хорошо. У нас также здесь есть дополнительно накидочка, которая с подъемчиком, чтобы туда меньше задувало. Эту часть мы можем завернуть, если нам не надо. В верхней части у нас есть ручка для транспортировки. В общем, все сделано так, как нужно. Давайте заглянем внутрь. Кстати, чтобы регулировать ручку, нам не нужно одновременно нажимать на обе кнопки. Здесь с правой, моей правой стороны, есть красная кнопочка. На нее на одну нажимаем и, собственно, регулируем козырек. Так, накидочка в комплекте у нас вот такая вот. С возможностью, смотрите, как сделать. Вот так вот. И здесь мы имеем уже матрасик. Жесткое, ровное дно. Матрасик, собственно, не самый толстый, но, в принципе, нормальный, мягкий. Классический, скажем так, матрасик с мягкой обивочкой внутри. Накидочка, естественно, вся снимается, если это нужно. Так, и давайте посмотрим, есть ли у нее ножки для того, чтобы мы могли поставить ее на землю, не пачкая. Смотрите, ножек снизу нет. Нет, это все эко-кожа, поэтому ставим на землю аккуратненько, потому что тот же асфальт, можно это повредить. Так, давайте уберу ее сразу и установим сюда прогулочный блок. И потом уже перейдем к изучению рамы. Прогулочный блок у нас тоже классический. Он реверсивный, мы можем и по ходу, и против хода движения ставить. Это стандартно в таких колясочках. Так, мы видим, что в комплект у нас входит накидка на ножки. Она достаточно большая, идет внахлёст с нижней частью и закрывает ребеночка очень хорошо. Она такая толстая, плотная, поэтому к накидочке вопросов нет. Хорошая накидочка. Козырек у нас также выполнен из эко-кожи. Также у нас есть дополнительная секция с москиточкой. Можно еще будет увеличить на одну секцию, но будет москидка. Это мы должны понимать. Так, уберу пока сумочку, к ней мы сейчас вернемся. Смотрите, регулируется спинка здесь с помощью вот такого вот рычажочка. Вот те самые 175 градусов, о которых я вначале вам говорил. Так, что-то я не поставил. Да, все, 175 градусов. Не 180, но этого более чем достаточно. И 110 градусов у нас, когда ребеночек уже сидит. Не 90, но 90 и не нужно ребенка спину напрягать. Просто таким при 110 градусах ребенок не будет сильно завален назад. И такая хорошая капитанская посадка. Поэтому с этим все окей. Причем места в прогулочном блоке здесь очень много. Видите, идет в комплекте подушечка под голову. Она, естественно, снимается. Подножка у нас выполнена из эко-кожи, чтобы ее можно было легко чистить. Матрасик мягенький. Пятиточечные ремни с мягкими накладками везде. Есть вот такая перемычка на бампере. Сам бампер, естественно, можно снимать. И пользоваться им как калиточка откидывается. Единственное, перемычку для этого нужно будет снимать. Чтобы посадить ребенка, не нужно будет бампер полностью снимать. В этом плане все хорошо. Чтобы регулировать, кстати, козырек и напрягодочном блоке, точно так же используется одна красная кнопочка. Поэтому имейте в виду, просто так, дергая, вы его не отрегулируете. Так, давайте посмотрим теперь на раму. Ручка здесь регулируется по высоте, естественно. Она не телескопическая, а именно по наклону. Она оббита эко-кожей. Прострочки здесь, вот она, внутренняя прострочка. Вот с этой стороны внутри зашита. Снаружи ниточек не видно. Хват абсолютно нормальный. Диапазон здесь более чем достаточный для любого роста. Поэтому вопросов здесь нет. Так, рама, естественно, у нас металлическая. И давайте покажу вам амортизацию. Передние колеса с возможностью блокировки. Если что, амортизация здесь есть вот в этой части. Плюс амортизация здесь есть вот в этой части. Так что по плавности хода вообще никаких претензий к коляске нет. Плюс ко всему здесь колеса все надувные. С коробки единственное. Они все немножко спущены. Поэтому не обращайте внимания, что они так сжимаются. Они с завода никогда не бывают накачанными. Вот. Тормоз здесь самый, что ни на есть нормальный. Сверху нажимаем и сверху нажимаем. Заблокировали, разблокировали. И багажник тут, кстати, с закрывающейся сверху крышечкой. Он не самый большой. Я бы его не назвал каким-то очень классным багажником. Его плюс он только в том, что он закрывается. Так он средних размеров. Бывает намного-намного больше багажники. Но эта колясочка, если помним, она очень легенькая. Если сюда здесь напихать всего побольше, здоровенные колеса, она не будет весить 11 килограмм. Поэтому с чем-то приходится мириться. Так. Теперь давайте сложим раму. Посмотрим, насколько рама у нас компактная в сложенном виде. Так. Нажимаем кнопочки. Вот. Соответственно, вот такая у нас получается рама. Ручку можно вот так еще повернуть. Чуть-чуть компактнее будет. Ну, собственно, все равно блок прогулочный вместе с рамой по большому счету не складывается. Но можно сделать. Сейчас я покажу вам, как. Вот так вот, собственно. Вкладываем. Это убираем вниз. И получается у нас все вместе. Можно аккуратненько укомпоновать. В принципе, абсолютно нормально. Можно оставить и защелкнутым. Но тогда будет чуть-чуть объемнее. Вот, собственно, как она у нас складывается. 90% колясок такого рода складывается именно так. Так, собственно, все разобрались. Кстати, давайте скажу, что идет в комплекте. Потому что комплектация очень неплохая. Тут у нас еще будет дождевик на люльку и сиденье. Маскин, антимоскитная сетка. Сумка сейчас, которую я вам покажу. И фирменный подстаканник. Так, сумочка у нас идет вот такая вот. Она у нас вешается на ручку. Очень даже качественно выполнена. И уже там внутри у нас получается подстаканник, москитки, антимоскитки, дождевик. В принципе, все необходимое, что обычно сразу с коляской приобретается. Все уже есть. И напомню, эта колясочка недорогая. А по качеству, по большому счету, у меня претензий нет. В принципе, все, что хотел вам донести, я вам донес. Больше мне добавить нечего. Повторюсь, мне нравится эта коляска тем, что она нам дает практически все, что нам нужно. Плавность хода, размеры, материалы, комплектация, ощущения от коляски очень даже приятные, учитывая стоимость, вообще никаких претензий нет. И в нынешних реалиях, если мы хотим ребенку купить хорошую коляску, но нет такой, например, возможности брать там за полторы тысячи долларов, пожалуйста. Это очень-очень неплохой вариант, который потом легко продать на вторичке. В принципе, почему бы и нет. Ну, я, собственно, прощаюсь с вами. Если обзор вам понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго!